Дворца культуры Шуточный сценарий праздничного концерта подразумевал поиск среди творческих коллективов ДК, достойной кандидатуры для участия в Евровидении. Но в целом в фейерверке ярких красочных номеров определиться, кто же все-таки самый-самый, так и не удалось. Девчонки, девчонки, солнышко, на маленькой ладошке, врачу под тёмки же, сливай, да, немножко. Ой, да-да, ой, да, мне не развивата, вместе с тобой с ним, мы лучшие друзья. Со словами благодарности к ребятам и их наставникам обратились руководители городской администрации. Огромное удовольствие сегодня получили все, наверное. Я хочу сказать, что мы достойны больших сцен, сцен нашей республики. Хочу поблагодарить всех ребят. Это огромный, это такой труд. Всё то, что мы с вами увидели, это творится месяцами, полугодиями, годами. Хотелось бы поблагодарить вас, ребята, низкий вам поклон за то, что вы сегодня нас так порадовали. Праздничный концерт завершился торжественной церемонией награждения и, судя по количеству врученных грамот и дипломов, не забыли ни о ком. 1 июня в городах и поселках Большого Харциска можно было встретить необычную автоколонну, украшенную флагами, яркими рисунками и большими детскими игрушками. Серьезные дяди и тети, занимающие важные должности в администрации Харциска, в День защиты детей устроили праздничный автопробег. В 9 часов колонну уже встречали в Иловайске. Дети пришли с очень хорошим настроением, все знают, что сегодня праздник. И в 9 часов мы начнем конкурс рисунков на асфальте. В этом нам будет помогать наша организация, Донецкая Народная Республика, которая приготовила для этого мелки, призы и всех детей-призеров будет награждать. Первые рисунки на асфальте во дворе Иловайской школы оставили как раз взрослые. Старались они, конечно, не ради призов, выступали, как говорится, вне конкурса. Игровую программу для детворы подготовил коллектив Харцисского дворца культуры. Озорной клоун вместе с помощниками, актерами образцового театра «Браво» дали детям волю натопаться и накричаться. Праздник в Иловайске еще продолжался, а автоколонна уже взяла курс на Троицко-Харциск. В это время в поселке на площади перед администрацией колесили маленькие участники дорожного движения. Вскоре эстафету подхватили взрослые. Для малышей и для их родителей глава администрации Харциска нашел теплые слова поздравления и обещания мирного неба. Свои пожелания и мечты дети написали и прикрепили к воздушным шарам с надеждой, что они обязательно сбудутся. Чистого неба! Что здесь написано? Счастья! Мир, мир, мир! Радости! Ура! Ура! Счастья! А это уже Зугрес. В городе энергетиков тоже готовились ко Дню защиты детей. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где народ всегда царит, мир, который нужен мне. В празднике приняли участие даже те, кто еще и ходить-то толком не умеет. Об оформлении четырехколесного транспорта позаботились родители крошек. Из Зугреса в Зуевку, где тоже ждали гостей. Автопробег 1 июня словно объединил всех участников праздника в Большом Харциске. Сегодняшнее мероприятие, которое мы провели, никто до нас этого не делал. Мы объехали города и поселки Большого Харциска. Поздравили всех детей и родителей с 1 июня, Днем защиты детей международным. Со сказочными героями, с наряженными машинами. Я уверен, что наши дети получили массу удовольствия и от артистов, и от подарков, которые привезли и подарили. Оформление машин к праздничному автопробегу взяла на себя служба по делам детей администрации Харциска. Мы решили, что все-таки он был тематический. Оно же интересно будет не просто, когда мы с флагами проедем, а когда именно, чтобы дети понимали, что у них сегодня праздник. Это большое спасибо Центру творчества, Детскому социальному центру, ну и все наши игрушки, которые смогли дома пособирать. Из прошлого, как говорится, из прошлого своего. Над образами сказочных героев, которые развлекали детвору 1 июня, работал творческий коллектив Харцисского ДК. Почему эти образы? Потому что клоунов любят дети. А все артисты одеты в костюмы тех спектаклей, тех героев, которые мы для детей готовим на школьные каникулы и также для школьных лагерей. Я так думаю, что все это ребята посмотрят у нас в ДК. Завершался взрослый автопробег, посвященный детям в Харциске на улице Адамца, в месте, которое, по задумке организаторов, для одних стало финишем, для других – стартом. Я Миша Лысенко, я ждала этого праздника. Я первый раз участвую в этом велопробеге. Я ни разу еще не участвовала. Велосипед мне украшала мама и я. Нас пригласили, когда мы ехали на квадроцикле администрация города Харциска, и они будут сегодня выступать. Квадроцикл покупал папа нашей дочке, а водитель постарше – братик. Он сам еще немножко не умеет, потому что там нужно нажимать, ориентироваться. Все-таки дорога у нас здесь такое активное движение. У нас папа есть, они с ним очень часто катаются. Решили поучаствовать, потому что предоставили такую возможность. Очень интересно ребенку будет, тем более много деток будет. Ему будет, я думаю, важно чувствовать себя в обществе, как в садике, как где-то на площадке. Ему нравится детки. Убедившись, что эстафета автопробега передана в надежные руки, серьезные взрослые занялись своими взрослыми делами. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей, прошли сегодня и во всех дошкольных учреждениях Большого Харцизка. Например, в детском саду «Чайка» его воспитанники и педагоги подготовили к празднику программу под названием «Дети за мир». Девочки и мальчики читали стихотворения о мире и пели песни про лето. Получалось очень непосредственно и очень искренне. Руководитель исполкома Харцизского отделения общественного движения Донецкая Республика Александра Генерозова пришла на праздник с фотоработой российской художницы Дианы Островерховой. Детский профиль и хэштег 101. 101. Столько за два года войны, по официальным данным, погибло детей на Донбассе. Таким образом, воспитанники «Чайки» присоединились к республиканской акции, цель которой – остановить гибель детей в ДНР. Народные гуляния по случаю Международного дня защиты детей в Харцизке по давней традиции состоялись в парке имени Чехова. Организацией праздника занимались десятки взрослых. Сделали все возможное и невозможное. Даже дождь отменили. В это прекрасное мероприятие, детский праздник, внесли лепту все. Администрация города и, соответственно, практически все отделы, наверное, администрации города. Это, в первую очередь, управление по делам семьи и детей. Это и управление образованием. Это и отдел культуры. Это и торговый отдел. Это и отдел молодежи. То есть можно перечислять и перечислять. Сегодня вы увидите и конкурс рисунка на асфальте на тему «Мир глазами детей». Конечно же, военное время, но дети видят все равно мир и светлое будущее. Это вы увидите и детские издания, развлекательную программу центральной библиотеки. Вы увидите развлекательную программу управления образованием, Центра детского и юношеского творчества. И совпало это с открытием лагерей. Я думаю, что еще вы сегодня об этом услышите. Прекрасное настроение. Хотя и погода, мы думали, помешает. Но я уверена, что дождя не будет. И настроение у всех детей будет просто прекрасным. И с настроением, и с дождем, вернее, с его отсутствием, все было в порядке. Глаза, пришедшие на праздник детворы, разбегались от многообразия выставок и разных ярмарок продаж. У входа в парк художники предлагали детворе загримирироваться под лисичку или Микки Мауса. Ну или хотя бы просто украсить лицо каким-нибудь сказочным узором. Маленькая Лиза про боди-арт еще, наверное, не слышала. Но стать моделью художника согласилась с удовольствием. Бабушке творческий процесс тоже понравился. Очень нравится. Детей много. Тем более в преддверии первого класса такой незабываемый праздник. Только зашли, первое, что встретили. Хочется и туда побежать. Везде хочется побыть. Но мы сегодня побудем, лишь бы дождь не был. Музей истории Харциска на празднике представил выставку работ из бисера, выполненных местными умельцами. Воспитанники станции юных натуралистов пришли в парк со своими питомцами. Морскими свинками, попугаем и двумя очень симпатичными кроликами. Юных техников можно было найти у паркового пруда. Там они отправляли в плавание модели кораблей, запускали в небо копии истребителей, а еще предлагали всем желающим прокатиться по парку на необычной машине. Лучший подарок к празднику – это книга. Решили харциски и библиотекари, организовали в парке небольшую книжную выставку с яркими обложками и сказочными картинками. Очень много детей мы тут сейчас порасставляли, потому что пришли дети, все, тут сметали все, тут очень много народу было. Они смотрели, рассматривали, читали, и не могли прямо оторвать детей от книг. Празднование Дня защиты детей совпало с открытием в харциске пришкольных лагерей. Этим летом их планируют посетить не менее тысячи ребят. Рассчитывать на досуг в школьном лагере могут учащиеся первых-четвертых классов, а также дети льготных категорий, обучающиеся в старших классах. Для них будет организовано бесплатное двухразовое питание и масса развлечений, уверяет начальник городского управления образования Людмила Быкова. Сегодня у нас тройной праздник. Первый день лета, первый день защиты детей и, конечно же, открытие первой лагерной смены. Она у нас будет в этом году одна. Работает у нас 9 пришкольных лагерей и 11 площадок досуга. Пришкольные лагеря у нас всегда работают согласно плана. Мероприятия вносятся в план, довольно интересные. Ребята ходят с удовольствием. Мы стараемся их занять и стараемся сделать так, чтобы им было весело, чтобы не хотелось домой, чтобы они с удовольствием шли утром снова в пришкольный лагерь. Все в пределах нашего города. Конечно же, они будут приходить в парк, они будут приходить в Центр детского и юношеского творчества, будут работать кружки всех направлений при наших учреждениях дополнительного образования, будут организовываться всевозможные конкурсы для них, будут выставки всевозможные. То есть дети будут заняты. Я думаю, что все это будет интересно. Для школьников сегодняшний праздник приятен вдвойне, ведь впереди длинные летние каникулы. Я, наверное, все каникулы буду проводить и бабушки. Я, может быть, поеду на море. Воспитанницы Харцизской школы искусств Ульяна и Даша еще не думали, как и где проведут следующие три месяца. Но в одном уверены – занятия рисованием на каникулах не оставят. Вот и сегодня девочки рисуют, принимают участие в конкурсе «Мир глазами детей». Так как сегодня День детей, мы рисуем все для детей, чтобы мимо проходили и радовались. Я рисую двух дельфинов, ребенка и маму. Я рисую море, и на нем катаются рыбы с радостью. Покататься на качелях-каруселях, пострелять в тире, попрыгать на батуте – везде масса желающих. На танцевальной площадке – большой праздничный концерт, подготовленный воспитанниками Центра детского и юношеского творчества. В общем, в парке сегодня было шумно, весело и очень позитивно.